Карпов Анатолий Михайлович, 1 июля 56-го года рождения. В 2014 году я обратился в ЩИТ, у меня было много кредитов, и у меня был бизнес, но бизнес, как бы сказать, пропал. И все, и встало, и платить нечем было. Я ездил по банкам, как бы договаривался, чтобы мне отсрочку давали. Ну, где-то давали, где-то напрягали, что начали звонить с банков, начали звонить коллекторы. И здесь мне подсказали, есть такая организация, ЩИТ, вроде как помогает в кредитах. Я приехал, заключил договор, и с 2014 года, по сих пор я являюсь здесь лицом, так что любые помощи, все, приходил сюда, да, и мне всегда оказывали услуги. Я, честно говоря, на 100%, ну, как бы сказать, рад, что я сюда попал. Мне, как бы сказать, я успокоился, то нервничал постоянно, успокоился, все нормально стало. Кое-какие, например, в банках мне помогли, и до сих пор мне все, как бы, все нормально, мне устраивает во всем. А мне кто-то сказал, потом, говорит, на рынке, там есть бизнес-центр Москва, ну, на третьем этаже, вот, узнай там, вроде как помогает в кредитах. Я зашел сюда, спросил, Евгения как раз здесь была, и мне объяснили. Я приехал в назначенный час, заключил договор. Месяц я, мы поработали, потом я привез жену. У жены тоже кредиты были, и это тоже оформил договор, и, как бы, все. Ну, в первую очередь, я говорил, что я успокоился. Мне не стали так напрягать, я не стал бояться, как бы, лишних, то, что там по телефону говорят, придем в дверь, да, мы зайдем в квартиру, там, всякое прочее. Я и так бы, как бы сказать, и не боялся, но мне было уже надежнее, юридически, что я не буду там с ним разбираться, там, как попало, там, юридически я был просто подкован, как бы, защита мне, действительно, щит называется, меня защищали. Вот, кое-где мы возвратили деньги, те, которые принадлежали мне, они, как бы, находились в банках, я бы даже и не знал о них. Вот, вернули в двух, по-моему, банках. Вот, потом сбавили, ну, мы, как бы, доходили до суда, решение суда, как бы, все нормально, меня не напрягали нигде. Вот эти вот достижения, как бы, нормально. Некоторые банки, два, по-моему, мне отказались, они не стали больше на меня, даже и писать, ничего, это, ну, остальные писали. Ну, как бы, раньше, когда начал первый, второй, третий кредит брать, вроде, этим кредит другой брал, я закрывал те, но в итоге, потом, когда бизнес лопнул, мне вообще уже было ни в какие, я уже не смог. Я уже, вот, говорил человеку, я продал большие свои два ангара за 4 миллиона, чтобы покрыть долги, мне не хватило этого, и все равно, раньше был, как бы, хороший я кредитор, как бы, кредиты брал, история у меня кредитная хорошая, как только перестал платить, уже стал плохой. Ну, это, как всегда. Ну, а здесь я, вот, еще раз повторюсь это, что мне просто, я надеюсь, защищен. Я не боюсь ничего, сейчас бесполезно, что мне там говорят, пишут, там, присылают письма, я, как бы, похрен. По-русски говоря, я выкидываю их, да и все порвал и выбросил. А я предлагал, мне вот, как бы, Евгения давала мне вот такие вот визиточки, да, я несколько человек отдавал, вроде как, что, ребята, вы попробуйте. Ну, все, как бы, не верят, все, да, ну, это ерунда, я говорю, я на своем опыте говорю, что попробуй и убедись, что вот мне помогло. Во-первых, я успокоился, во-первых, я твердо знаю, что меня никто ничего не достанет. Что есть у меня, например, с чего высчитать, пускай высчитают, а нет у меня ничего. Извини, я и так не прощаюсь, но, как бы, я доволен. Дай бог всем процветать дальше больше. Всего хорошего. Спасибо. Угу, пожалуйста. Всего. Угу.